Чебоксарский экономический форум Для устойчивого развития эксперты вынуждены были повернуться к новым источникам роста. Именно так звучал девиз нынешнего форума. Экономические санкции со стороны Европы и США заставили участников российского рынка вернуться к теме импортозамещения. И тут на первый план вышли регионы. У нас вся промышленность, вся экономика по сути своей все-таки сосредоточена в регионах. Люди работают там. И поэтому очень важно, чтобы наши предприятия в тех новых предоставившихся экономических возможностях, я как раз считаю, что возможности, которые, общая экономическая ситуация, которая сложилась, как раз дает очень большие. И для регионов, и для предприятий. Это и по импортозамещению, для производства новой продукции. Это для налаживания, может быть, когда-то утерянных связей, для создания новых. Я думаю, что вот в рамках сегодняшнего форума очень важно будет обсудить, какие новые механизмы нужны поддержке промышленных предприятий. Форум представляет собой сочетание конференций, семинаров, круглых столов, деловых встреч в самых разных отраслях. Малый и средний бизнес, тяжелая и легкая промышленности, транспорт, энергетика, строительство. Я прибыл в составе белорусской делегации. В течение трех лет товарооборот между Республикой Беларусь и Жуаши увеличился на два с половиной раза. Это говорит о том, что работа ведется, работаем и добьемся больших успехов. Среди тем механизмы стимулирования предпринимательской активности в регионах, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков, оценка регионального источника климата. К форуму «Как нельзя, кстати, подоспелен» результаты национального рейтинга. Согласно не мучу, Ваша в десятки регионов самым благоприятным инвестиционным климатом. Критериев там достаточно много. Несколько критериев, которые непосредственно в моей сфере компетенции находятся от развития малого бизнеса, внедрение оценки регулирующего воздействия. Но также есть критерии, связанные с работой с инвесторами, как в регионе выстроена работа с инвесторами, есть или нет организация сопровождения инвесторов. Плюс к этому оцениваются такие характеристики, как быстрота подключения к инфраструктуре для субъектов малого и среднего предпринимательства и в целом для бизнеса и целый ряд других. То есть это комплексная оценка, которая говорит о том, что в принципе регион по большинству из направлений, которые так или иначе связаны с инвестициями, очень хорошо взаимодействуют с инвесторами. Поэтому дослуживает только похвалы. Чувашская республика, как известно, имеет очень высокие рейтинги, как регион с очевидной инвестиционной привлекательностью, как регион с очень благоприятным предпринимательским климатом. Здесь в руководственном республике делается все, на мой взгляд, необходимое для того, чтобы экономика развивалась, а вместе с Чувашской экономикой развивалась экономика национальная. Михаил Васильевич Игнатьев создал дееспособную команду, которая работает мощно, она видна на общероссийском фоне. Кроме того, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии по национальной шкале на уровне А+. Рейтинг уровня А+, по нашей шкале самый высокий А++, это вот страновой потолок, поэтому А+, это очень высокий рейтинг. Прежде всего, это очень аккуратная бюджетная политика, то есть правительство не занимает больше, чем оно может отдать. Свидетельство вручили на пленарном заседании, но состоялось в непривычном формате беседы, а модератором стал Антон Хреков. В регионах именно, действительно, в первую очередь малый и средний бизнес – это тот триггер, за счет которого экономика должна расти. Хотелось бы спросить у Олега Фомичева, статс-секретаря заместителя министра экономического развития России. Как вы считаете, потенциал малого и среднего бизнеса можно как-то развить, экстраполировать на международное сотрудничество? На самом деле, малый бизнес уже давно привлечен к международным контактам, правда, не в таком большом объеме, как этого хотелось бы. Просто если говорить вообще, есть ли какое-то одно, единственное, что называется таблетка, которая лечит все лекарства, то это, безусловно, малый бизнес. Потому что у нее, у этой таблетки, у этого малого бизнеса сразу много ролей, очень разных в экономике. Малый бизнес является подушкой, которая спасает экономику от серьезного падения во время кризиса. У нас здесь потенциал, безусловно, огромен, но серьезно недоиспользуемый. В рамках пленарного заседания состоялась презентация логотипа республики. Это начальный этап создания бренда «Чуваши» и того, с чем будет ассоциироваться наш регион. Над логотипом работали специалисты в области дизайна, истории, этнографии. Очень большое внимание уделено сбору информации по вот этому, как бы, уникальным характеристикам Чувашской республики, которые можно было бы представить, в хорошем смысле продать в другие регионы за пределами Российской Федерации. Центральный элемент, который обозначает с одной стороны солнце, с другой стороны движение, динамику, вот это генерирование, да, может быть, даже солнечную батарею. По замыслу авторов, синий цвет символизирует небо и воду, зеленый напоминает об экономичности и природных богатствах. Логотипы бренда – это не одно и то же. Бренд – это сумма ощущений и те уникальные качества, которые несет в себе в данном случае регион или компания. Вот каков бренд, например, возьмем, не знаю, Мерседеса. Это не только логотип Мерседеса, это осознание того, что «А, вот Мерседес, то Мерседес, а то есть все остальное». Так и здесь тоже. Значит, если мы говорим о логотипе, то здесь достаточно стандартный инструментарий применения на носителях, в презентациях, в видеоматериалах, на визитках. А дальше та концепция, которая была выбрана, это надежная гавань для инвестиций, профессиональной деятельности, профессионального роста. Мы сейчас в самом начале, на самом начальном этапе. Создание логотипа, как я уже говорил, это только предлог для того, чтобы начать работать. В рамках форума состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между кабинетами министров Чувашии, агентством кредитных гарантий, ассоциацией русских и турецких предпринимателей. Также подписали протокол заседания рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской республикой и Российской Федерацией, Республикой Беларусь. Эти дни мы будем работать в поте лица с одной единственной целью, чтобы появились у людей новые идеи, чтобы предпринимательское сообщество почувствовало внимание со стороны органов власти. На разных площадках бизнесмены будут говорить свои предложения. Власть должна услышать и власть должна сделать один шаг в сторону бизнеса, как мы обычно делали. В рамках восьмого Чебоксарского экономического форума в столице Чувашии дали официальный старт строительству двух ключевых для инвестиционного климата региона объектов. Символический капсул вложили на территорию индустриального парка. В ближайшее время резиденты начнут возведение своих зданий и многофункционального центра в Калининском районе. Хорошим подтверждением надежного потенциала и дальнейшего развития экономики республики стала 22-я межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ». Традиционно стоялся международный фестиваль фейерверков, ставший уже визитной карточкой форума. Редактор субтитров А.Семкин